В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. С открытиями европейских торгов сегодня покупателям пары евро-доллар удалось преодолеть верхнюю границу коридора 1,1010-1,1026. Крайне низкие объемы торгов не позволяют трейдерам развить восходящее движение и сформировать полноценный устойчивый тренд. Публикация данных по ВВП еврозоны при значительном отклонении от консенсус прогноза способна вызвать резкие колебания котировок и изменение направления движения пары. При дальнейшем напоре покупателей рост продолжится до отметок 1,1050 и 1,1080. Альтернативным сценарием развития торгов будет снижение до уровней 1,1010 и 1,0990. Резкий непродолжительный рост пары фунт-доллар на утренних торгах оказался ложным и, отбившись от сопротивления 1,4270, котировки возобновили снижение. Ожидаемое рынком выступление главы Банка Англии Марка Карни привносит интригу в сегодняшние торги и позволяет трейдерам надеяться на образование мощного движения пары. При возобновлении роста целями послужат отметки 1,4270 и 1,43. Ближайшие поддержки расположились на уровнях 1,4210 и 1,4180. Золото продолжает уверенный рост, приближаясь к максимальным значениям в этом году, достигнутым в прошлую пятницу. Покупатели металла продолжают верить в дальнейшее повышение цен и отсутствие экономических показателей, способных развернуть восходящее движение, позволяет предположить, что данная тенденция продолжится на сегодняшних торгах. Мы ожидаем рост котировок к уровням 1,276 и 1,279 долларов. Поддержками послужат уровни 1,270 и 1,266 долларов. Подобно ценовой динамике золота, серебро также показало положительную динамику на сегодняшних торгах. Пробой отметки 15,75 долларов позволит покупателям продолжить рост к целевым уровням 15,85 долларов и, возможно, 16 долларов ровно. Поддержки расположились на уровнях 15,40 долларов и 15,30 долларов. Обратите внимание, завтра в 18.00 по московскому времени внимание рынка будет приковано к решению Банка Канады по процентной ставке и на сопроводительное заявление к решению. Выход таких важных новостей может способствовать волатильности канадского доллара, расширяя перспективы заработка. В долгосрочных прогнозах аналитиков TD Securities и канадского банка Scotiabank восходящий тренд пары USDCAD. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максимаркетс теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе. Подпишитесь на канал Максимаркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях.